Всем привет! Вы на канале Ольга Дубразил. И меня зовут... Классно был такой резкий ход неожиданный. И меня зовут Антонина. И меня зовут Ольга. Я живу в Бразилии, как вы догадались. И сегодня мы будем кушать с вами самые необычные, странно выглядящие, экзотические, но интересные бразильские фрукты. Вообще, это уже не первое видео на эту тему, поэтому сходите посмотрите второе тоже обязательно. Итак, сегодня у нас два фрукта. Знакомая нам хотя бы по этикеткам от йогурта маракуйя, по-португальски маракужа. Вот такая она. Может показаться не симпатичной. Но бразильцы убеждают меня, что она чем не симпатичнее, тем вкуснее. У нее такая твердая кожурка и звучит как будто пусто внутри. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. И вторая подруга. Пинья. Че за пинья, спросите вы меня? Пинья кого? Как это вообще называется? Фрута до конжи. Фрута до конжи. А конжи это граф. Ну, графский фрукт. Я очень много раз встречала, что в интернете ее называют сахарное яблоко. Это похоже на яблоко? Тогда я Ельцин. Начнем с маракуйи. Где нож? Чтоб я еще знала, как вскрывать эту маракуйю, было бы вообще супер. Я думаю резать. Ничего не происходит, как будто я пилю древесину. Вообще ничего не происходит. Надо усиливать напор. Я боюсь. Я боюсь. Пошло, пошло. О, сок какой-то пошел. Сок какой-то пошел. Я разрезала ее ровно пополам. Аромат. Мама родная. Боже. Прям сок с ножа. Ой, какая кислятина. Это должно быть так кисло. Ребята, открываем. Смотрим с вами вместе. Если бы у меня сейчас были завязаны глаза и мне поднесли этот запах попробовать, я бы подумала, что это какое-то химозное мыло или какой-то шампунь со вкусом чего-то экзотического. Но это натуральный запах. Я только что купила ее на рынке. И только что при вас разрезала. Как кисло, Иисус. Короче, здесь есть какая-то белая штука. Не похоже, что ее можно было бы есть. И вот это вот... Я боюсь... Вообще здесь куча каких-то черных точек. Зернышки. Короче, мякоть легко отходит от стен. Она просто ужасно кислая. Прям сильно кислая. Но при этом такая манящая. И аромат... А аромат очень сладкий. У меня только один вопрос. А мне вот так каждую косточку надо будет вынимать? Ну, вообще, Бразильцы едят просто так, прям с костями. Вот, маракуйя прекрасно подходит для соков. Смузи, коктейли, алкогольных, копирения. Прекрасно. Я знаю, чем я займусь сегодня вечером. Точнее, мы с тобой. Все. Следующий. Шишка. Шишка. Выглядит как яйцо дракона. Вот прям натуральное. Игра престолов. И вот эта чешуя, она такая прям какая-то... Она такая прям неприятная такая. Смотрите, посмотрите, как красиво. Так, ну я вижу какие-то кости. Кожуру явно есть не надо. Дегустируем. Угу. 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 На 3 сантиметра костей 5 миллиметров мясо. Вкусно. Ммм. Ты берешь вот эту штуку в рот, съедаешь мякоть и выплываешь изнутри семечку. Блин, это очень вкусно. Очень-очень вкусно. Я никогда не видела этого в России. Я бы никогда не сказала, что это вкус фрукта. Это вкус десерта, который нельзя есть перед едой, чтобы не испортить аппетит. А то мама заругает. Вы знаете, если смешать сливки молочные процентов 20 с сгущёнкой, то это именно этот вкус. Ммм. Всё, подождите, я доем. Ох, не знаю, удивитесь вы или нет, но я с этой драконьей шишкой не закончила. Во рту всё просто горит так, как будто я ложками ела сахар. Обязательно нужно разбавлять, либо запивать водой, либо что-то в этом духе. Я съела, я не могла остановиться так вкусно и так сладко, а теперь у меня во рту просто сахарный завод. И вокруг витает запах прекрасной маракуйи, просто он такой желеобразный, что даже не вытекает изнутри. Я буду делать с него капериню, а вы отправляетесь посмотреть другие видео на моём канале. Я вас всех обнимаю, встретимся в следующих роликах. Чао. Ту-ту-рум, ту-ту-рум. Блин, как хочется. Ещё. Хелп!